Именно те условия, которые ожидаешь зимой, большое количество снега, классно подготовленный трасс, конкуренция вообще сумасшедшая. Первый этап прошел отлично, второе место Дима Дударев уехал, был вообще недосягаем, но мы приехали на второй этап для того, чтобы побороться, будем составлять конкуренцию. Результаты очень плотные, поэтому думаю, что борьба будет еще выше, чем на предыдущем этапе. На прошлой гонке было очень много снега, и за снегом нам, даже зрителям, не видно было автомобили. Как вы ориентируетесь в такой снежной кове? Нет, ориентиров нет, уедешь. Очень хорошо ты знаешь, кто впереди тебя едет. То есть, если впереди едет пилот, который уже не один сезон провел, допустим, очень комфортно ехать с быстрыми ребятами, которые едут спереди. Ты точно знаешь, что он ничего там не намудрит, ничего, что он поедет так же, как и ты, поедет вваливаться в поворот, и ты смело едешь за ним. Когда, конечно, там какая-то ситуация, ребята более кто, первый раз здесь, то вот тут начинаешь сам изобретать, куда его понесет, не знаешь, отрулит, поймает или нет. Когда такая дорога, только вот по ощущениям и смотришь, с кем ты едешь в борьбе ВКонтакте. И вот на это только ориентируйся, только так. Как ты думаешь, вот сейчас результаты квалы, Леша, Волков на первом, ты на втором, Дмитрий на третьем, сохранятся в этапе? Или это все непредсказуемо, как всегда? А тут вообще непредсказуемо, потому что сейчас нас опять разделяют по квалификации, то есть, поэтому сейчас группы, первая группа, это, ну, не знаю, можно, если так сказать, группа смерти. Это едут вообще Леша, Дима, там, Алексей, Антон, ну, это вообще, ну, я бы не хотел в ней ехать сейчас, я бы сейчас спокойненько в своей второй группе приеду к финалу, надеюсь, все нормально, автомобиль не подведет. И уже в финале поборемся с ребятами.